Тесей Тесей – величайший герой Афин, имеющий много общего с Гераклом. Тесей – герой военно-родовой аристократии, а затем герой правящей афинской рабовладельческой аристократии землевладельцев, которая приписывала создание всего древнего государственного строя Афин Тесею. Ему приписывалось прежде всего разделение населения на три класса – эвпатридов или благородных, геоморов или землевладельцев и демиургов или ремесленников, и предоставление исключительного права на замещение государственных должностей одним благородным. Характерен и следующий факт. Рассказывали, что во время марафонской битвы, 490 год до н.э., в которой греки одержали победу над персами, многие афиняне якобы видели Тесея в шлеме с копьем и щитом, идущего впереди боевого строя афинян. Этими рассказами воспользовались аристократы. Их представитель Кимун перевез в Афины с острова Скироса останки Тесея, в действительности, конечно, не существовавшие, так как и сам Тесей никогда не существовал. Изложено по биографии Плутарха Тесей. Рождение и воспитание Тесея Сын Пандиона Эгей правил в Афинах после того, как со своими братьями изгнал из Атики своих родственников, сыновей Митиона, захвативших не по праву власть. Долго правил Эгей счастливо. Печалило его только одно – не было у него детей. Наконец, отправился Эгей к Оракулу Аполлона в Дельфы и там вопросил, почему боги не посылают ему детей. Оракул дал Эгею неясный ответ. Долго думал он, стараясь разгадать сокровенный смысл ответа, но не мог разгадать его. Наконец, решил Эгей отправиться в город Троисену, к мудрому царю Арголиды Петфею, чтобы тот разгадал ему тайну ответа Аполлона. Троисена – город в Арголиде на Пелопонессе. Сразу разгадал Петфей смысл ответа. Он понял, что у Эгея должен родиться сын, который будет величайшим героем Афин. Петфею хотелось, чтобы честь быть родиной великого героя принадлежала Троисене. Поэтому он дал в жены Эгею свою дочь Эфру. Родился у Эфры сын, но это был сын бога Посейдона, а не Эгея. Новорожденному дали имя Тесей. Вскоре после рождения Тесея царь Эгей должен был покинуть Троисену и вернуться в Афины. Уходя, взял Эгей свой меч и сандалии, положил их под скалу в горах у Троисены и сказал Эфре, когда сын мой Тесей будет в силах сдвинуть эту скалу и достать мой меч и сандалии, тогда пришли его ко мне в Афины. Я узнаю его по моему мечу и сандалиям. До шестнадцати лет воспитывался Тесей в доме своего деда Питфея. Знаменитый своей мудростью Питфей заботился о воспитании внука и радовался, видя, что внук его превосходит во всем сверстников. Но вот исполнилось Тесею шестнадцать лет. Уже тогда никто не мог сравняться с ним ни в силе, ни в ловкости, ни в умении владеть оружием. Прекрасен был Тесей, высокий, стройный, с ясным взглядом прекрасных глаз, с темными кудрями, которые пышными кольцами спадали до плеч. Спереди же, на лбу, кудри были обрезаны, так как посвятил он их Аполлону. Юное мускулистое тело героя говорило о его могучей силе. Подвиги Тесея на пути в Афины Когда Эфра увидала, что сын ее превосходит силой всех своих сверстников, она привела его к скале, под которой лежали меч и сандалии Эгея, и сказала, «Сын мой, здесь, под этой скалой, лежат меч и сандалии твоего отца, повелителя Афин Эгея. Сдвинь скалу и возьми меч и сандалии. Они будут тем знаком, по которому узнает тебя твой отец». Толкнул Тесея скалу и легко сдвинул ее с места. Взял он меч и сандалии, простился с матерью и дедом и отправился в далекий путь в Афины. Тесея не внял просьбам матери и деда избрать более безопасный морской путь. Он решил идти в Афины сухопутным путем через Истму. Труден был этот путь. Много опасностей пришлось преодолеть Тесею во время пути. Много пришлось совершить ему подвигов. Еще на границе Троесены и Эпидавра Герой Тесей встретил великана Перифета, сына бога Гефеста. Эпидавр. Город на северо-западном побережье Арголиды. Как и сам бог Гефест, великан Перифет был хром, но могучи были его руки и огромное тело. Грозен был Перифет. Ни один странник не проходил через те горы, в которых жил Перифет. Всех убивал великан своей железной палицей. Но Тесей легко победил Перифета. Это был первый подвиг Тесея. И как знак победы он взял железную палицу убитого им Перифета. На Истме, в сосновой роще, посвященной Посейдону, встретил Тесей сгибателя сосен Синида. Это был свирепый разбойник. Он предавал страшной смерти всех путников. Согнув две сосны так, что они касались верхушками, Синид привязывал несчастного путника к соснам и отпускал их. Со страшной силой выпрямлялись сосны и разрывали тело несчастного. Тесей отомстил за всех, кого погубил Синид. Он связал разбойника, согнул своими могучими руками две громадные сосны, привязал к ним Синида и отпустил сосны. Свирепый разбойник погиб той самой смертью, которой он губил ни в чем не повенных путников. Путь через Истму был теперь свободен. Позднее же, в памяти своей победе, Тесей учредил на том месте, где он победил Синида, «Истмийские игры». «Истмийские игры» – общегреческое празднество, справлявшееся каждые два года на Каринфском перешейке «Истме». Во время игр, продолжавшихся несколько дней, происходили состязания в борьбе, беге, кулачном бою, бросании диска и копья, а также состязания колесниц. Дальнейший путь Тесея шел через Крамион. Город на Истме, недалеко от Каринфа. Вся местность вокруг была опустошена громадной дикой свиньей, порожденной Тифоном и Ехидной. Жители Крамиона молили юного героя избавить их от этого чудовища. Тесей настиг свинью и поразил ее своим мечом. Отправился Тесей дальше, у границ Мегары, область на севере Истма, граничащая на востоке с Атикой. Там, где высоко к небу поднимались отвесные скалы, у подножия которых грозно шумели пенистые морские валы, Тесей встретил новую опасность. На самом краю скалы жил разбойник Скирон. Он заставлял всех, кто проходил мимо, мыть ему ноги. Лишь только склонялся путник, чтобы вымыть ноги Скирону, как жестокий разбойник сильным толчком ноги сбрасывал несчастного со скалы в бурные волны моря, где он разбивался насмерть оторчащие из воды острые камни. От тела его пожирала чудовищная черепаха. Скирон хотел столкнуть в море и Тесея, но юный герой схватил разбойника за ногу и сбросил его со скалы. Недалеко от Элевсина Тесею пришлось вступить в борьбу с Киркионом, подобно тому, как и Гераклу пришлось бороться с Антеем. Могучий Киркион многих погубил, но Тесей, обхватив Киркиона руками, сжал его, как в железных тисках, и убил. Освободил этим Тесей и дочь Киркиона Алопу. Власть же над страной Киркиона Тесей отдал сыну Алопы и Посейдона Гипотаонту. Миновав Элевсин и приближаясь к долине реки Кефиса в Ватике, Тесей пришел к разбойнику Дамасту, которого называли обыкновенно Прокрустом, вытягивателем. Разбойник этот придумал особо мучительное истязание для всех, кто приходил к нему. У Прокруста было ложе. На него заставлял он ложиться тех, кто попадал ему в руки. Если ложе было слишком длинно, Прокруст вытягивал несчастного до тех пор, пока ноги жертвы не касались края ложа. Если же ложе было коротко, то Прокруст обрубал путнику ноги. Тесей повалил Прокруста на ложе, но ложе оказалось слишком коротким для великана, и Тесей убил его. Это был последний подвиг в Тесея на пути в Афины. Тесей не хотел прийти в Афины, запятнанным кровью Синида, Скирона, Прокруста и других. Он просил Фитолидов особыми религиозными церемониями очистить его у алтаря Зевса Мелихия. Мелихий, значит, милостивый. Фитолиды Потомки героя Фитала, основавшего в Элевсине мистерии, особый религиозный культ в честь богини Деметре. Радушно, как гостя приняли Фитолиды, юного героя. Они исполнили его просьбу и очистили его от скверны пролитой крови. Теперь Тесей мог идти в Афины к своему отцу Эгею. Тесей в Афинах В длинной ионийской одежде, блистая красотой, шел Тесей по улицам Афин. Пышные кудри спадали ему на плечи. Юный герой в своей длинной одежде был скорее похож на девушку, чем на героя, совершившего столько великих подвигов. Тесей проходил мимо строящегося храма Аполлона, на котором рабочие возводили крышу. Рабочие увидали героя, приняли его за девушку и стали издеваться над ним. Смея скричали они. «Посмотрите, вон бродит по городу одна, без провожатых, какая-то девушка. Смотрите, как распустила она напоказ свои волосы, а длинной одеждой она подметает уличную пыль». Рассерженный насмешками рабочих, Тесей подбежал к повозке, запряженной валами, выпряг валов, схватил повозку и бросил ее так высоко, что она перелетела через головы рабочих, стоявших на крыше храма. В ужас пришли рабочие, издевавшиеся над Тесеем, увидав, что это не девушка, а юный герой, обладающий страшной силой. Они ждали, что жестоко отомстит им герой за насмешки, но Тесей спокойно продолжал свой путь. Наконец, Тесей пришел во дворец Эгея. Он не открыл сразу престарелому отцу, кто он, а сказал, что он чужеземец, ищущий защиты. Эгей не узнал своего сына, но зато узнала его волшебница Медея. Бежав из Каринфа в Афины, она стала женой Эгея. Хитрая Медея, дав обещание Эгею вернуть ему колдовством молодость, властвовала в доме царя Афин. И Эгей во всем подчинялся ей. Сразу поняла властолюбивая Медея, какая грозит ей опасность, если узнает Эгей, кто тот прекрасный чужеземец, которого принял он в своем дворце. Чтобы не лишиться власти, Медея задумала погубить героя. Она уговорила Эгея отравить Тесея, уверив старого царя, что юноша лазучек, подосланный врагами. Дряхлый слабый Эгей, боявшийся, что кто-нибудь лишит его власти, согласился на это злодеяние. Во время пира Медея поставила перед Тесеем кубок с отравленным вином. Как раз в этот момент Тесей вынул меч. Эгей сразу узнал меч, который он сам шестнадцать лет назад положил под скалу у Трайсены. Он взглянул на ноги Тесея и увидал на них свои сандалии. Теперь он понял, кто чужеземец. Опрокинув кубок с отравленным вином, Эгей обнял Тесея, своего сына. Медея была изгнана из Афин и бежала с сыном Медоном в Мидию. Торжественно объявил Эгей всему афинскому народу о прибытии сына и рассказал о его подвигах, совершенных во время пути истрые сыны в Афины. Ликовали афиняне вместе с Эгеем и громкими криками приветствовали своего будущего царя. Слух о том, что в Афины пришел сын Эгея, дошел и до сыновей Паланта, брата Эгея. С прибытием Тесея рухнула их надежда править в Афинах после смерти Эгея, ведь теперь у него был законный наследник. Суровые палантиды не хотели лишиться власти в Афинах. Они решили силой завладеть афинами. Во главе со своим отцом двинулись все пятнадцать палантидов против Афин. Зная могучую силу Тесея, они придумали следующую хитрость. Часть палантидов открыто подступила к стенам Афин, часть же укрылась в засаде, чтобы неожиданно напасть на Эгея. Но вестник палантидов Леос открыл план их Тесею. Юный герой быстро решил, как надо ему действовать. Он напал на скрывшихся в засаде палантидов и всех их перебил. Не спасла их ни сила, ни храбрость. Когда палантиды, стоявшие под стенами Афин, узнали о гибели своих братьев, имя овладел такой страх, что они обратились в позорное бегство. Теперь Эгей мог спокойно править в Афинах под охраной своего сына. Тесей не остался жить в Афинах. Он решил освободить Атику от дикого быка, который опустошал окрестности Марафона. Этого быка привел по приказу Эврисфея скрита в Микена Геракл и выпустил там на волю. Бык убежал в Атику и был с тех пор великим злом для всех земледельцев. Бесстрашно отправился Тесей на этот новый подвиг. В марафоне он встретил старую женщину Гекалу. Она приняла героя как гостя и посоветовала ему принести жертву Зевсу-спасителю, чтобы охранял его Зевс во время опасного боя с чудовищным быком. Тесей послушался совета Гекалы. Вскоре Тесей нашел быка. Бросился бык на героя, но тот схватил его за рога. Рванулся бык, но не мог вырваться из могучих рук Тесея. Тесей пригнул к земле голову быка, связал его, укротил и повел в Афины. На обратном пути Тесей не застал в живых старую Гекалу. Почтил Тесей умершую великими почестями, за тот совет и гостеприимство, которое оказало ему еще так недавно Гекала. Приведя быка в Афины, Тесей принес его в жертву богу Аполлону. Путешествие Тесея на Крит. Когда Тесей пришел в Афины, вся Атика была погружена в глубокую печаль. С Крита от могущественного царя Миноса прибыли послы за данью. Тяжела и позорна была эта дань. Афиняне должны были каждые девять лет посылать на Крит семь юношей и семь девушек. Там их запирали в громадном дворце лабиринте и их пожирал Минотавр, ужасное чудовище с туловищем человека и головой быка. Минос наложил эту дань на Афинян за то, что они убили его сына Андрогея. В третий раз приходило с Афиняном посылать на Крит ужасную дань. Они уже снарядили корабль с черными парусами в знак скорби по юным жертвам Минотавра. Видя общую печаль, Тесей решил отправиться с афинскими юношами и девушками на Крит, освободить их и прекратить уплату этой ужасной дани. Тесей решил вступить в бой с Минотавром и или убить его, или погибнуть. Престарелый Эгей не хотел и слышать об отъезде своего единственного сына, но Тесей настоял на своем. Он принес жертву Аполлону Дельфинию, покровителю морских путешествий, а из Дельф перед самым отъездом был дан ему Оракул, чтобы покровительницей в этом подвиге он избрал себе богиню любви Афродиту. Призвав на помощь Афродиту и принеся ей жертву, Тесей отправился на Крит. Корабль благополучно прибыл к острову Криту. Афинских юношей и девушек отвели к Миносу. Могущественный царь Крита сразу обратил внимание на прекрасного юношу. Заметила его и дочь царя Ариадна, А покровительница Тесея Афродита вызвала в сердце Ариадны любовь к юному сыну Эгея. Дочь Миноса решила помочь Тесею. Она не могла и помыслить о том, что юный герой погибнет в лабиринте, растерзанный Минотавром. Прежде чем отправиться на бой с Минотавром, Тесею пришлось совершить еще один подвиг. Минос оскорбил одну из афинских девушек. Тесей заступился за нее, но гордый своим происхождением царь Крита стал издеваться над Тесеем. Он разгневался, что какой-то афинянин смеет противиться ему, сыну Зевса. Тесей гордо ответил царю, ты гордишься своим происхождением от Зевса, но и я не сын простого смертного. Отец мой, великий колебатель земли бог моря Посейдон. Если ты сын бога Посейдона, то докажи это и достань кольцо из морской пучины, ответил Минос Тесею и бросил в море золотое кольцо. Призвав отца своего Посейдона, Тесей бесстрашно бросился с крутого берега в морские волны. Высоко взлетели соленые брызги и скрыли волны Тесея. Все со страхом глядели на море, поглотившие героя, и были уверены, что не вернется он назад. Полное отчаяние стояла Ариадна, и она была уверена, что Тесей погиб. А Тесея, лишь только сомкнулись над его головой морские волны, подхватил бог Тритон и в мгновение ока домчал до подводного дворца Посейдона. Посейдон с радостью приветствовал в своем подводном дворце сына и подал ему кольцо Миноса, а жена Посейдона Амфитрита, восхищенная красотой и смелостью героя, возложила на пышные кудри Тесея золотой венок. Тритон опять подхватил Тесея и вынес его из морской пучины к берегу на то место, с которого бросился герой в море. Дочь Миноса Ариадна ликовала, что Тесей вернулся невредимым из морской глубины. Но Тесею предстоял опасный бой с Минотавром. На помощь герою пришла Ариадна. Она тайна от отца дала Тесею острый меч и клубок ниток. Когда отвели Тесея и всех обреченных на растерзание в лабиринт, Тесей привязал у его входа конец клубка и пошел по запутанным бесконечным переходам лабиринта, из которого невозможно было найти выход. Постепенно разматывал он клубок, чтобы найти по нитке обратный путь. Все дальше шел Тесей и наконец пришел туда, где находился Минотавр. С грозным ревом, наклонив голову с громадными острыми рогами, бросился Минотавр на юного героя и начался страшный бой. Минотавр полный ярости несколько раз бросался на Тесея, но он отражал его своим мечом. Наконец Тесей схватил Минотавра за рог и вонзил ему в грудь острый меч. Убив Минотавра, Тесей по нитке клубка вышел из лабиринта и вывел всех афинских юношей и девушек. У выхода их встретила Ариадна. Она радостно приветствовала Тесея, ликовали юноши и девушки, спасенные Тесеем. Украшенные венками из роз славя героя и его покровительницу Афродиту водили они веселый хоровод. Теперь нужно было позаботиться и о спасении от гнева Миноса. Тесей снарядил свой корабль и, прорубив дно у всех вытащенных на берег кораблей Критян, быстро отправился в обратный путь в Афины. Ариадна, полюбившая Тесея, последовала за ним. На обратном пути Тесей вышел на берег Наксоса. Когда путешественники отдыхали, Тесею во сне явился бог вина Дионис и поведал ему, что он должен покинуть Ариадну на пустынном берегу Наксоса, так как боги назначили ее в жены богу Дионису. Тесей проснулся и полной грусти быстро собрался в путь. Он не смел ослушаться воли богов. Богиней стала Ариадна, женой великого Диониса. Громко приветствовали спутники Диониса Ариадну и славили ее пением. А корабль Тесея быстро несся на своих черных парусах по Лазурному морю. Вот уже показался вдали берег Атики. Забыл Тесей опечаленный утратой Ариадны данное Эгею обещание заменить черные паруса белыми, если он, победив Минотавра, счастливо вернется в Афины. Эгей ждал своего сына, вглядываясь в морскую даль, он стоял на высокой скале у берега моря. Вот вдали показалась черная точка, она растет, приближаясь к берегу, это корабль его сына, все ближе он. Эгей смотрит, напрягая зрение, какие на нем паруса, но не блестят белые паруса на солнце, паруса черные. значит, погиб Тесей. В отчаянии Эгей бросился с высокой скалы в море и погиб в морских волнах. Лишь его безжизненное тело выбросили волны на берег. С тех пор зовется море, в котором погиб Эгей, эгейским. А Тесей причалил к берегам Атики и приносил уже богам благодарственные жертвы, как вдруг узнал, что стал невольной причиной смерти отца. С великими почестями похоронил отца убитый горем Тесей, а после похорон принял власть над Афинами. Тесей и Амазонки Тесей мудро правил в Афинах. Но не жил он спокойно, часто покидал Тесей Афины, чтобы принять участие в подвигах героев Греции. Так участвовал Тесей в Калидонской охоте, в походе аргонавтов за золотым руном и в походе Геракла против Амазонок. Когда был взят город Амазонок Фемискира, Тесей увел с собой в Афины как награду за храбрость царицу Амазонок Антиопу. В Афинах стала Антиопа женой Тесея. Пышно отпраздновал герой свою свадьбу с царицей Амазонок. Амазонки же замыслили отомстить грекам за разрушение их города и освободить царицу Антиопу от тяжкого, как думали они, плена у Тесея. Большое войско Амазонок вторглось в Атику. Афиняне вынуждены были укрыться от натиска воинственных Амазонок за городские стены. Амазонки ворвались даже в самый город и заставили жителей скрыться на неприступном Акрополе. Амазонки разбили свой лагерь на холме Ареапага и держали в осаде Афинян. Несколько раз делали вылазки Афиняне, пытаясь изгнать грозных воительниц. Наконец произошла решительная битва. Антиопа сражалась рядом с Тесеем против тех самых Амазонок, которыми раньше она повелевала. Антиопа не хотела покинуть героя-мужа, которого горячо любила. В этой грозной битве гибель ждала Антиопу. Сверкнуло в воздухе брошенное одной из Амазонок копье. Его смертоносное острие вонзилось в грудь Антиопы, и она мертвой упала к ногам своего мужа. В ужасе смотрели оба войска на сраженную копьем Антиопу. Склонился в горе Тесей над телом жены. Прерван был кровавый бой. Полные скорби похоронили амазонки и афиняне молодую царицу. Амазонки покинули Атику и вернулись к себе на далекую родину. Долго царила печаль в Афинах по безвременно погибшей прекрасной Антиопе. Тесей и Пейрифой В Фессалии жило племя воинственных лапифов. Их вождем был могучий герой Пейрифой. Лапифы мифический народ. Он слышал о великой храбрости непобедимого Тесея и хотел помериться с ним силой. Чтобы вызвать Тесея на битву отправился Пейрифой к марафону и там на тучных пастбищах похитил стадо быков принадлежавшие Тесею. Лишь только узнал об этом Тесей, как тотчас спустился в погоню за похитителем и быстро настиг его. Одетые в блестящие доспехи стояли друг против друга Тесей и Пейрифой подобные грозным бессмертным богам. Оба они были поражены величием друг друга. Оба одинаково исполнены храбрости. Оба могучи и прекрасны. Они бросили оружие и, протянув друг другу руки, заключили между собой союз тесной нерушимой дружбы и обменялись в знак этого оружием. Так стали друзьями Тесей и Пейрифой. Вскоре после этого отправился Тесей в Фесалию на свадьбу своего друга Пейрифоя с Гиподамией. Пышна была эта свадьба. Много славных героев собралось на нее со всех концов Греции. Были приглашены на свадьбу и дикие кентавры, полулюди, полукони. Весь царский дворец был полон гостей, возлежавших за пиршественными столами, а часть гостей, так как во дворце не было достаточно места для всех собравшихся на свадьбу, пировала в большом прохладном гроте. Курились благовония, раздавались свадебные гимны и музыка, громко разносились веселые клики пирующих, славили все гости жениха и невесту, которая сияла своей красотой, подобно небесной звезде. Весело пировали гости, вино лилось рекой, все громче раздавались пиршественные клики. Вдруг вскочил, опьяненный вином, самый могучий и дикий из кентавров Эврит и бросился на невесту. Он схватил ее своими могучими руками и хотел похитить. Увидев это и другие кентавры бросились на женщин, каждый хотел завладеть добычей. Скочили из-за пиршественных столов Тесей, Пиерифой и греческие герои и бросились на защиту женщин. Прерван был пир, начался неистовый бой. Все служило оружием в этой битве. Тяжелые кубки, большие сосуды для вина, ножки сломанных столов, треножники, на которых только что курились благовония. Шаг за шагом теснят герои из пиршественного зала диких кентавров. Но и вне зала продолжается битва. Теперь бьются уже греческие герои с оружием в руках, прикрывшись щитами. Кентавры же вырывают с корнями деревья, целые скалы бросают они в героев. В первых рядах бьются Тесей, Пейрифой, Пелей и Нестор, сын Пелее. Кровавый холм из тел кентавров все выше громоздится около них. Падают один за другим сраженные кентавры. Наконец дрогнули они, обратились в бегство и укрылись в лесах высокого Пелеона. Герои Греции победили диких кентавров, немного спаслось их в ужасной битве. Похищение Елены Тесей и Пейрифой решают похитить Персифону. Смерть Тесея. Недолго жила прекрасная жена Пейрифоя Гиподамия. Она умерла в полном расцвете своей красоты. Овдовевший Пейрифой, оплакав свою супругу, через некоторое время решил опять жениться. Он отправился к своему другу Тесею в Афины и там решили они похитить прекрасную Елену. Она была еще совсем юной девушкой, но слава о ее красоте гремела далеко по всей Греции. Тайно прибыли друзья в Лаконию и там похитили Елену, когда она весело танцевала со своими подругами во время праздника Артемиды. Тесей и Перефой схватили Елену и быстро понесли ее к горам Аркадии, а оттуда через Каринф и Истум привезли Ватику в Афины. Бросились спартанцы в погоню, но не могли настигнуть похитителей. Скрыв Елену в Афинах, друзья бросили жребий, кому из них должна принадлежать дивная красавица. Жребий выпал Тесею, но еще раньше друзья дали друг другу клятву, что тот из них, кому достанется прекрасно кудрая Елена, должен помочь другому найти жену. Перефой потребовал, чтобы Тесей помог ему добыть Персифону, жену Аида, владыки царства теней умерших. В ужас пришел Тесей, но что же мог он сделать? Он дал клятву, нарушить ее Тесей не мог. Пришлось ему сопровождать Пеерифоя в царство умерших. Через мрачную расщелину усиления колона около Афин спустились друзья в подземное царство. Там, в царстве ужасов, предстали оба друга пред Аидом и потребовали у него отдать им Персифону. Разгневался мрачный властитель царства умерших, но скрыл свой гнев и предложил героям сесть на трон, вырубленный в скале у самого входа в царство умерших. Лишь только опустились оба героя на трон, как приросли они к нему и не могли больше двинуться. Так наказал Ихоид за их нечестивое требование. Пока Тесей оставался в царстве Аида, братья прекрасной Елены, Кастор и Полидевк всюду искали свою сестру. Наконец узнали они, где скрыл Тесей Елену. Тотчас осадили они Афины, и неприступная крепость не устояла. Кастор и Полидевк взяли ее, освободили сестру и вместе с ней увели в плен мать Тесея Эфру. Власть же над Афинами и всей Атикой Кастор и Полидевк отдали Минесфею, давнему врагу Тесея. Тесей долго пробыл в царстве Аида. Тяжкие муки терпел он там, но наконец освободил его величайший из героев Геракл. Тесей вернулся опять на свет солнца, но нерадость принесло ему это возвращение. Разрушены были неприступные Афины, Елена освобождена, мать его в тяжком плену в Спарте, сыновья Тесея, Демофон и Акамант вынуждены были бежать из Афин, и вся власть была в руках ненавистного Менесфея. Покинул Тесей Атику и удалился на остров Эвбею, где он имел владение. Несчастье сопутствовало теперь Тесею. Царь Скироса, Ликомет, не хотел отдать Тесею его владение. Он заманил великого героя на высокую скалу и столкнул его в море. Так погиб от предательской руки величайший герой Атики. Только много лет спустя, после смерти Менесфея, вернулись в Афины сыновья Тесея после похода под Трою. Там в Трое нашли сыновья Тесея мать его Эфру. Ее привез туда как рабыню сын царя Приама Парис вместе с похищенной им прекрасной Еленой. Мелиагр В мифе о Мелиагре интересна следующая черта. Мать Мелиагра Алфея узнав о том, что он в бою убил ее брата молит богов покарать ее сына и Аполлон убивает Мелиагра. Почему преступление Мелиагра так велико, что родная мать проклинает и осуждает на смерть своего единственного сына? Это можно объяснить лишь тем, что миф пережиток времени материнского права, когда брат матери был ее ближайшим родственником, а за убийство ближайшего родственника нужно было мстить. Миф о Мелиагре как доказательство того, что у греков существовало в древнейшие времена материнское право, использовал Фридрих Энгельс в своем труде происхождение семьи, частной собственности и государства. Царь Калидона Ойней, отец героя Мелиагра, навлек на себя гнев богини Артемиды. Калидон, город на берегу реки Эвен в области Этолия на западе Средней Греции. Однажды, празднуя сбор плодов в своих садах и виноградниках, он приносил богатые жертвы богам олимпийцам. И только одной Артемиде не принес он жертвы. Покарала за это Артемида Айнея. Она послала на страну грозного кабана. Свирепый громадный кабан опустошал все окрестности Калидона. Своими чудовищными клыками он вырывал с корнем целые деревья, уничтожал виноградники и покрытые нежными цветами яблони. Кабан не щадил людей, если они попадались на его пути. Горе царило в окрестностях Калидона. Сын Айнея Мелиагр, видя общую печаль, решил устроить облаву и убить кабана. Он собрал на эту опасную охоту многих героев Греции. Участие в охоте принимали пришедшие из парты Кастер и Полидевк, Тесей из Афин, царь Адмет из Фер, Ясон из Иолка, Иолай из Фиф, Пирифой из Фессалии, Пилей из Фтии, Теламон с острова Соломин и многие другие герои. Остров Соломин – остров у берегов Атики в Сараническом заливе, знаменит по морской битве греков с персами в 480 году до нашей эры. Явилась на охоту из Аркадии и Атланта, быстрая в беге, как быстроногий олень. Она была воспитана в горах. Ее отец велел отнести ее в горы тотчас же после рождения, так как он не хотел иметь дочерей. Там, в ущелье, вскормила Атланту медведица, а выросла она среди охотников, как охотница была равна Атланта самой Артемиде. Девять дней пировали собравшиеся герои у гостеприимного Айнея. Наконец, они отправились на охоту за кабаном. Окрестные горы огласились громким лаем многочисленных свор собак. Собаки подняли громадного кабана и погнали его. Вот показался мчащийся вихрем кабан, гонимый собаками. Бросились к нему охотники. Каждый из них спешил поразить зверя своим копьем, но тяжела была борьба с чудовищным кабаном. Ни один из охотников изведал силу его страшных клыков. Насмерть поразил кабан своими клыками неустрашимого охотника Аркадса Анкея, когда он, замахнувшись обоюдоострой секирой, хотел убить кабана. Тогда Атланта натянула свой тугой лук и пустила в кабана острую стрелу. В это мгновение подоспел и Мелиагр. Могучим ударом копья убил он громадного кабана. Кончилась охота. Все радовались удаче. Но кому же присудить награду? Много героев участвовало в охоте. Многие из них ранили кабана острыми копьями. Возник спор из-за награды. А богиня Артемида, гневаясь на Мелиагра за то, что он убил ее кабана, еще сильнее раздула расприю. Эта расприя привела к войне между эталянами, жителями Калидона, и куретами, жителями соседнего города Плеврона. Пока могучий герой Мелиагр сражался в рядах эталян, на их стороне была победа. Как-то в пылу битвы Мелиагр убил брата своей матери Алфеи. Опечалило с Алфея, узнав о гибели любимого брата. В неистовый гнев пришла она, узнав, что брат ее пал от руки ее сына Мелиагра. В гневе на сына Алфея молила мрачного царя Аида и жену его Персифону покарать Мелиагра. В выступлении призывала она мстительниц Ириней услышать ее мольбы. Мелиагр разгневался, узнав о том, что мать призывала гибель на него своего сына и покинул поле боя. Он сидел печальный, склонив голову на руки в покое жены своей прекрасной Клеопатры. Лишь только перестал сражаться Мелиагр в рядах эталян, как стали побеждать куреты. Они осадили богатый Калидон. Гибель грозила городу. Напрасно молили Мелиагра старцы Калидона вернутся в ряды войска. Они предлагали герою великую награду, но не внял герой их мольбам. Сам престарелый отец Мелиагра Оиней пришел к покою жены Мелиагра Клеопатры. Он стучал в закрытую дверь и молил Мелиагра забыть свой гнев, ведь погибал родной ему Калидон. И его не послушался Мелиагр. Молили помочь Мелиагра и его сестра, и мать, и любимые друзья, но Мелиагр был непреклонен. Куреты между тем завладели стенами Калидона. Они поджигали городские дома, желая предать все пламени. Наконец сотряслись от ударов и стены покоев, где находился Мелиагр. Тогда юная жена его в ужасе бросилась перед ним на колени и стала молить мужа спасти город от гибели. Она молила его подумать о той злой участи, которая постигнет и город, и побежденных, подумать о том, что победители уведут жен и детей в тяжкое рабство. Неужели же он хочет, чтобы такая участь постигла и ее? Могучий Мелиагр внял мольбам своей жены. Он быстро надел блестящие доспехи, опоясался мечом, взял в руки свой громадный щит и копье. Ринулся Мелиагр в битву отразил Куретов и спас родной Калидон. Но гибель ждала самого Мелиагра. Услышали боги царства теней умерших мольбы и проклятия Алфеи. Пал Мелиагр в битве сраженный насмерть золотой стрелой далеко разящего бога Аполлона и отлетела душа Мелиагра в печальное царство теней. Был и другой миф о смерти Мелиагра. Когда родился Мелиагр, к его матери Алфея явились богини судьбы Мойры и одна из них сказала ей «Твой сын умрет тогда, когда сгорит вот эта головня на очаге». Алфея тотчас погасила головню, спрятала в ларец и бережно хранила. Но когда Мелиагр убил в битве брата своей матери, вспомнила она о предсказании Мойр, гневаясь на сына, вынула Алфея головню из ларца и сожгла ее. Лишь только сгорела головня и превратилась в пепел, умер Мелиагр. Кипарис изложено по поэме Авидия Метаморфозы. На острове Кеос в Корфейской долине был олень, посвященный нимфам. Кеос один из Кекладских островов в Эгейском море. Прекрасен был этот олень, ветвистые его рога были вызолочены, жемчужное ожерелье украшало его шею, а с ушей спускались драгоценные украшения. Олень совсем забыл страх перед людьми. Он заходил в дома поселян и охотно протягивал шею всякому, кто хотел его погладить. Все жители любили этого оленя, но больше всех любил его юный сын царя Кеуса Кипарис, любимый друг стреловержца Аполлона. Кипарис водил оленя на поляны с сочной травой и к звонко журчащим ручьям. Он украшал могучие рога его венками из душистых цветов. Часто играя с оленем, вскакивал юный Кипарис ему на спину и разъезжал на нем по цветущей Корфейской долине. Был жаркий летний полдень, солнце палило. Весь воздух полон был зноя. Олень укрылся в тени от полуденного жара и лег в кустах. Случайно там, где лежал олень, охотился Кипарис. Не узнал он своего любимца, так как его прикрывало листва, бросил в него острое копье и поразил насмерть. Ужаснулся юный Кипарис, когда увидал, кого он убил. В горе хочет он умереть вместе с ним. Напрасно утешал его Аполлон. Горе Кипариса было неутешно. Он молит сребролукова Бога, чтобы Бог дал ему грустить вечно. Внял Аполлон его мольбе и превратил юношу в дерево. Худри его стали темно-зеленой хвоей, тело одело кора, струйным деревом Кипарисом стоял он перед Аполлоном, как стрела уходила его вершина в небо. Грустно вздохнул Аполлон и промолвил, всегда буду я скорбеть о тебе, прекрасный юноша, скорбеть будешь и ты о чужом горе, будь же всегда со скорбящими. С тех пор у дверей дома, где есть умерший, дрейки вешали ветвь Кипариса, его хвоей украшали погребальные костры, на которых сжигали тела умерших и сажали Кипарисы у могил. Орфей и Эвредика Изложено по поэме Овидия метаморфозы Орфей в подземном царстве Великий подъеме ее очи. Яд змеи пресек ее жизнь. В ужас пришли подруги-евредики, и далеко разнесся их скорбный плач. Услыхал его Орфей. Он спешит в долину, и там видит труп своей нежно любимой жены. В отчаяние пришел Орфей. Не мог он примириться с этой утратой. Долго оплакивал он свою ивредику, и плакала вся природа, слыша его грустное пение. Наконец решил Орфей спуститься в мрачное царство душ умерших, чтобы упросить Аида и Персифону вернуть ему жену. Через мрачную пещеру Тенара спустился Орфей к берегам священной реки Стикса. Тенар, теперь мыс Матапан, находится на юге Пелопоннеса. Стоит Орфей на берегу Стикса. Как переправиться ему на другой берег, туда, где находится царство Аида. Вокруг Орфея толпятся тени умерших. Чуть слышны стоны их, подобные шороху листьев, падающих в лесу поздней осенью. Вот послышался вдали плеск весел. Это приближается ладья перевозчика душ умерших Харона. Причалил Харон к берегу. Просит Орфей перевести его вместе с душами на другой берег. Но отказал ему суровый Харон. Как ни молит его Орфей, все слышит он один ответ Харона. Нет. Ударил тогда Орфей по струнам кефары, и разнеслись по берегу Стикса ее звуки. Своей музыкой очаровал Орфей Харона. Слушает он игру Орфея, опершис на весло. Под звуки музыки вошел Орфей в ладью, оттолкнул ее Харон веслом от берега, и поплыла ладья через мрачные воды Стикса. Перевез Харон Орфея. Вышел он из ладьи, и, играя на золотой кефаре, пошел к Аиду, окруженный душами, слетившимися на звуки его кефары. Приблизился к трону Аида Орфей и склонился перед ним. Сильнее ударил он по струнам кефары и запел. Он пел о своей любви к Эвредике и о том, как счастлива была его жизнь. С ней в светлые, ясные дни весны. Но быстро миновали дни счастья. Погибла Эвредика. О своем горе, о муках разбитой любви, о тоске по умершей пел Орфей. Все царство Аида внимало пению Орфея. Всех очаровала его песня. Склонив на грудь голову, слушал Орфея Аид. Припав головой к плечу мужа, внимала песни Персифона. Слезы печали дрожали на ее ресницах. Очарованный звуками песни, Тантал забыл терзающие его голод и жажду. Сизиф прекратил свою тяжкую, бесплодную работу. Сел на тот камень, который вкатывал на гору. И глубоко задумался. Очарованные пением стояли Данайды. Забыли они о своем бездонном сосуде. Сама грозная, трехликая богиня Геката закрыла с руками, чтобы не видно было слез на ее глазах. Слезы блестели, и на глазах, не знающих жалости Ириний, даже их тронул своей песней Орфей. Но вот все тише звучат струны золотой кефары. Все тише песнь Орфея. И замерла она, подобно чуть слышному вздоху, печали. Глубокое молчание царило кругом. Прервал это молчание бог Аид и спросил Орфея, зачем пришел он в его царство, о чем хочет просить его. Поклялся Аид нерушимой клятвой богов, водами реки Стикса, что исполнит он просьбу дивного певца. Ответил Орфей Аиду. У могучей владыка Аид, всех нас, смертных, принимаешь ты в свое царство, когда кончаются дни нашей жизни. Не за тем пришел я сюда, чтобы смотреть на те ужасы, которые наполняют твое царство. Не за тем, чтобы увести, подобно Гераклу, стража твоего царства трехголового Кербера. Я пришел сюда молить тебя отпустить назад на землю мою Эвредику. Верни ее к жизни. Ты видишь, как я страдаю по ней. Подумай, владыка, если бы отняли у тебя жену твою Персифону, ведь и ты страдал бы. Не навсегда же возвращаешь ты Эвредику. Вернется опять она в твое царство. Кратка, жизнь наша, владыка Аид. О, дай Эвредике испытать радость жизни. Ведь она сошла в твое царство, такой юной. Задумался Аид и, наконец, ответил Орфею. Хорошо, Орфей. Я верну тебе Эвредику. Веди ее назад к жизни, к свету солнца. Но ты должен помнить одно условие. Ты пойдешь следом за богом Гермесом. Он поведет тебя, а за тобой будет идти Эвредика. Но во время пути по подземному царству ты не должен оглядываться. Помни, оглянешься, и тотчас покинет тебя Эвредика и вернется навсегда в мое царство. На все был согласен Орфей. Спешит он скорее в обратный путь. Привел быстрый, как мысль, Гермес, тень Эвредики. С восторгом смотрит на нее Орфей. Хочет Орфей обнять тень Эвредики. Но остановил его бог Гермес, сказав, Орфей, ведь ты обнимаешь лишь тень. Пойдем скорее, труден наш путь. Отправились в путь. Впереди идет Гермес, за ним Орфей, а за ним тень Эвредики. Быстро миновали они царство Аида. Переправил их через Стикс в своей ладье Харон. Вот и тропинка, которая ведет на поверхность земли. Труден путь. Тропинка круто поднимается вверх, и вся она загромождена камнями. Кругом глубокие сумерки. Чуть вырисовывается в них фигура идущего впереди Гермеса. Но вот далеко впереди забрежил свет. Это выход. Вот и кругом стало как будто светлее. Если бы Орфей обернулся, он увидал бы Эвредику. А идет ли она за ним? Не осталась ли она в полном мрако царстве душ умерших? Может быть, она отстала? Ведь путь так труден. Отстанет Эвредика и будет обречена вечно скитаться во мраке. Орфей замедляет шаг, прислушивается. Ничего не слышно. Но разве могут быть слышны шаги бесплотной тени? Все сильнее и сильнее охватывает Орфея тревога за Эвредику. Все чаще он останавливается. Кругом же все светлее. Теперь ясно рассмотрел бы Орфей тень жены. Наконец, забыв все, он остановился и обернулся. Почти рядом с собой увидал он тень Эвредики. Протянул к ней руки Орфей. Но дальше, дальше тень и потонула во мраке. Словно окаменев стоял Орфей, охваченный отчаянием. Ему пришлось пережить вторичную смерть Эвредики. А виновником этой, второй смерти, был он сам. Долго стоял Орфей. Казалось, жизнь покинула его. Казалось, что это стоит мраморная статуя. Наконец, пошевельнулся Орфей, сделал шаг, другой, и пошел назад, к берегам мрачного стикса. Он решил снова вернуться к трону Аида, снова молить его вернуть Эвредику. Но не повез его старый хорон через стикс в своей утлой ладье. Напрасно молил его Орфей. Не тронули мольбы певца неумолимого хорона. Семь дней и ночей сидел печальный Орфей на берегу стикса, проливая слезы скорби, забыв о пище, обо всем, сетуя на богов мрачного царства душ умерших. Только на восьмой день решил он покинуть берега стикса и вернуться в Афракию. Смерть Орфея Четыре года прошло после смерти Эвредики, но остался по-прежнему верен ей Орфей. Он не желал брака ни с одной женщиной Фракии. Однажды, ранней весной, когда на деревьях появилась первая зелень, сидел великий певец на невысоком холме. У ног его лежала золотая кефара. Поднял ее певец, тихо ударил по струнам и запел. Вся природа заслушалась дивным пением. Такая сила звучала в песне Орфея, так покоряла она и влекла к певцу, что вокруг него, как зачарованные, столпились дикие звери из окрестных лесов и гор. Птицы слетелись слушать певца. Даже деревья двинулись с места и окружили Орфея. Дуп и тополь, стройные кипарисы и широколистые платаны, сосны и ели толпились кругом и слушали певца. Ни одна ветка, ни один лист не шелохнулся на них. Вдруг раздались вдали громкие возгласы, звон тимпанов и смех. Это кеконские женщины справляли веселый шумный праздник Вакха. Все ближе Вакханки. Увидали они Орфея, и одна из них громко воскликнула. Вот он, ненавистник женщин. Взмахнула Вакханка Тирсом и бросила его в Орфея. Но плющ, обвивавший Тирс, защитил певца. Бросила другая Вакханка камнем в Орфея. Но камень, побежденный чарующим пением, упал к ногам Орфея, словно моля о прощении. Все громче раздавались вокруг певца крики Вакханок. Громче звучали флейты, и сильнее гремели тимпаны. Шум праздника Вакха заглушил Орфея. Окружили Орфея Вакханки, налетев на него, словно стая хищных птиц. Градом полетели в певца Тирсы и камни. Напрасно молит о пощаде Орфей. Но ему, голосу которого повиновались деревья и скалы, не внемлют неистовые Вакханки. Обогренной кровью упал Орфей на землю. Отлетела его душа, а Вакханки своими окровавленными руками, разорвали его тело. Голову Орфея и его кефару бросили Вакханки в быстрые воды реки Гебр. Река в Афракии, современная Марица. И, о чудо, струны кефары, уносимые волнами реки, тихо звучат, словно сетуют на гибель певца, а им отвечает печально берег. Вся природа оплакивала Орфея. Плакали деревья и цветы, плакали звери и птицы, и даже немые скалы плакали. А реки стали многоводней от слез, которые проливали они. Нимфы и дриады в знак печали распустили свои волосы и надели темные одежды. Все дальше и дальше уносил Гебр голову и кефару певца к широкому морю, а морские волны принесли кефару к берегам Лесбоса. Остров на Игейском море у берегов Малой Азии современная Метилена, знаменитый впоследствии поэт древней Греции Алкей и поэтесса Сапфо были родом с Лесбоса. С тех пор звучат звуки дивных песен на Лесбосе. Золотую же кефару Орфея боги поместили потом на небе среди созвездий. Созвездий Лиры со звездой первой величины Вегой. Душа Орфея сошла в царство теней и вновь увидала те места, где искал Орфей и Вредику. Снова встретил великий певец тени Вредики и заключил ее с любовью в свои объятия. С этих пор они могли быть неразлучны. Блуждают тени Орфея и Вредики по сумрачным полям, заросшим асфаделами. Теперь Орфей без боязни может обернуться, чтобы посмотреть, следует ли за ним Вредика. Геоцинт Прекрасный, равный самим богам-олимпийцам своей красотой, юный сын царя Спарты, Геоцинт, был другом бога-стреловержца Аполлона. Часто являлся Аполлон на берега Эврота в Спарту к своему другу и там проводил с ним время, охотясь по склонам гор в густо разросшихся лесах или развлекаясь с гимнастикой, в которой были так искусны спартанцы. Однажды, когда близился уже жаркий полдень, Аполлон и Геоцинт состязались в метании тяжелого диска. Все выше и выше взлетал к небу бронзовый диск. Вот, напрягши силы, бросил диск могучий бог Аполлон. Высоко, к самым облакам взлетел диск и, сверкая как звезда, начал падать на землю. Побежал Геоцинт к тому месту, где должен был упасть диск. Он хотел скорее поднять его и бросить, чтобы показать Аполлону, что он, юный атлет, не уступит ему, богу, в умении бросать диск. Упал диск на землю, отскочил от удара и со страшной силой попал в голову подбежавшему Геоцинту. С остоном упал Геоцинт на землю. Потоком хлынула алая кровь из раны и окрасила темные кудри прекрасного юноши. Подбежал испуганный Аполлон. Склонился он над своим другом, приподнял его, положил окровавленную голову себе на колени и старался остановить льющуюся из раны кровь. Но все напрасно. Бледнеет Геоцинт. Тускнеют всегда такие ясные глаза Геоцинта. Бессильно склоняется его голова, подобно венчику, вянущего на палящем полуденном солнце полевого цветка. В отчаянии воскликнул Аполлон. Ты умираешь, мой милый друг! О, горе-горе! Ты погиб от моей руки! Зачем бросил я диск? О, если бы мог я искупить мою вину и вместе с тобой сойти в безрадостное царство душ умерших! Зачем я бессмертен? Зачем не могу последовать за тобой? Держит Аполлон в своих объятиях умирающего друга и падают его слезы на окровавленные кудри Геоцинта. Умер Геоцинт. Отлетела душа его в царство Аида. Стоит над телом умершего Аполлон и тихо шепчет. Всегда будешь ты жить в моем сердце, прекрасный Геоцинт. Пусть же память о тебе вечно живет и среди людей. И вот, по слову Аполлона, из крови Геоцинта вырос алый ароматный цветок Геоцинт. А на лепестках его запечатлелся стон скорби бога Аполлона. Жива память о Геоцинте и среди людей. Они чтут его празднествами в дни Геоцинтий. Греки считали, что на лепестках дикого Геоцинта можно прочесть слова Ай-Ай, что значит горе-горе. Празднества в честь Геоцинта, бывшего раньше божеством пастухов, так называемые Геоцинтии, справлялись в июле, на Пелопоннесе, в Малой Азии, на юге Италии, в Сицилии, в Сиракузах. Полифем, Акит и Галатея Прекрасная Нереида Галатея любила сына Семифиды, юного Акида, и Акит любил Нереиду. Ни один Акит пленился Галатеей. Громадный циклоп Полифем увидел однажды Галатею, когда выплывала она из волн Лазурного моря, сияя своей красотой, и воспылал он к ней неистовой любовью. О, как велико могущество твое, золотая Афродита! Суровому циклопу, к которому никто не смел приблизиться безнаказанно, который презирал богов-олимпийцев, и ему вдохнула ты любовь. Сгорает от пламени любви Полифем. Он забыл своих овец и свои пещеры. Дикий циклоп начал даже заботиться о своей красоте. Он расчесывает свои косматые волосы киркой, а всклокоченную бороду подрезает серпом. Он даже стал не таким диким и кровожадным. Как раз в это время приплыл к берегам Сицилии прорицатель Телем. Он предсказал Полифему, твой единственный глаз, который у тебя во лбу, вырвет герой Одиссей. Грубо засмеялся в ответ прорицателю Полифем и воскликнул, глупейший из прорицателей. Ты солгал. Уже другая завладела моим глазом. Далеко в море вдавался скалистый холм. Он круто обрывался к вечно шумящим волнам. Полифем часто приходил со своим стадом на этот холм. Там он садился, положив у ног дубину, которая величиной была с корабельную мачту. Доставал свою сделанную из ста тростинок свирель и начинал изо всех сил дуть в нее. Дикие звуки свирели Полифема далеко разносились по морю, по горам и долинам. Доносились они и до Акида с Галатеей, которые часто сидели в прохладном гроте на морском берегу, недалеко от холма. Играл на свиреле Полифем и пел. Вдруг, словно бешеный бык, вскочил он. Полифем увидал Галатею и Акида в гроте на берегу моря и закричал таким громовым голосом, что на Этне откликнулось эхо. «Я вижу вас! Хорошо же! Это будет ваше последнее свидание!» Испугалась Галатея и бросилась в море. Защитили ее от Полифема родные морские волны. В ужасе ищет спасение в бегстве Акид. Он простирает руки к морю и восклицает. «О, помоги мне, Галатея! Родители, спасите меня! Укройте меня!» Настигает Акида циклоп. Он оторвал от горы целую скалу, взмахнул ею и бросил в Акида. Лишь краем скалы задел Полифем несчастного юношу и раздавил его. Потоком потекла из-под края скалы алая кровь Акида. Постепенно пропадает алый цвет крови. Все светлее и светлее становится поток. Вот он уже похож на реку, которую замутил бурный ливень. Все светлее и прозрачнее он. Вдруг раскололась скала, раздавившая Акида. Зазеленел звонкий тростник в расщелине. И струится из нее быстрый прозрачный поток. Из потока показался по пояс юноша с голубоватым цветом лица, в венке и с тростника. Это был Акид. Он стал речным богом. Диаскуры. Кастер и Полидевк. Женой царя Спарты Тендерея была прекрасная Леда, дочь царя Этолии, Фестия. По всей Греции славилась Леда своей дивной красотой. Стала женой Зевса Леда и было у нее от него двое детей. Прекрасная, как богиня, дочь Елена и сын, великий герой Полидевк. От Тендерея у Леды было тоже двое детей. Дочь Клитомнестра и сын Кастер. Полидевк получил от отца своего бессмертие, а брат его Кастер был смертным. Оба брата были великими героями Греции. Никто не мог превзойти Кастера в искусстве править колесницей. Он смирял самых неукротимых коней. Полидевк же был искуснейшим кулачным бойцом, не знавшим равных себе. Во многих подвигах героев Греции участвовали братья Диаскуры. Всегда были они вместе. Самая искренняя любовь связывала братьев. У Диаскуров было два двоюродных брата, Линкей и Идас, сыновья мессенского царя Афарея. Могучим бойцом был Идас. Брат же его Линкей обладал таким острым зрением, что оно проникало даже в недры земли. Ничто не могло скрыться от Линкея. Однажды угнали Диаскуры и их двоюродные братья стадо быков из Аркадии и решили поделить между собой добычу. Делить стадо должен был Идас. Захотел Идас завладеть с братом всей добычей и решил прибегнуть к хитрости. Разрезал Идас быка на четыре равные части, разделил их между собой, братом и Диаскурами и предложил отдать одну половину стадо тому, кто съест свою часть первым, а другую половину тому, кто съест вторым. Быстро съел Идас свою часть и помог брату Линкею съесть его часть. Разгневались Кастер и Полидевк, увидав, что Идас обманул их и решили отомстить своим двоюродным братьям, с которыми их связывала до этого неразрывная дружба. Вторглись Кастер и Полидевк в Мессению и похитили не только стадо, угнанное из Аркадии, но и часть стада Идаса и Линкея. Они похитили также невест своих двоюродных братьев. Знали Диаскуры, что не простят им этого Идас и Линкей и решили спрятаться в дупле большого дерева и ждать, когда начнут преследовать их двоюродные братья. Диаскуры хотели врасплох напасть на них, так как опасались вступать в бой с могучим Идасом, который однажды отважился на борьбу с самим Аполлоном, когда Сребролукий бог спорил с ним из-за прекрасной Морпесы. Идас похитил Морпесу на крылатой колеснице, данной ему Посейдоном. Аполлон хотел отнять Морпесу у Идаса и вступил с ним в бой. Зевс прекратил этот бой и повелел Морпесе самой выбрать себе мужа. Морпеса выбрала Идаса. Она знала, что бог Аполлон не будет долго любить ее, что забудет ее бессмертный бог, когда она состарится. Но не могли скрыться Диаскуры от зорких глаз Линкея. С высокого тайгета увидал Линкей братьев в дупле дерева. Напали на Диаскуров Идас и Линкей. Прежде чем они успели выйти из засады, Идас ударил своим копьем в дерево и пронзил грудь Кастера. Бросился на них Полидевк. Не выдержали его натиска Афарииды. И обратились в бегство. У могилы их отца настиг их Полидевк. Он убил Линкея и начал смертный бой с Идасом. Но Зевс прекратил этот поединок. Он бросил сверкающую молнию и ею испепелил и Идаса, и труп Линкея. Вернулся Полидевк туда, где лежал смертельно раненый Кастер. Горько плакал он, видя, что смерть разлучает его с братом. Взмолился тогда Полидевк к отцу своему Зевсу и просил дать и ему умереть вместе с братом. Явился громовержец своему сыну и предложил ему или жить вечно юным в сонме богов на Олимпе, или же жить вместе с братом один день в мрачном царстве Аида, другой на светлом Олимпе. Не захотел Полидевк расстаться с братом и выбрал общую с ним долю. С тех пор братья один день блуждают по мрачным полям царства теней умерших, а другой день живут вместе с богами во дворце эгидодержавного Зевса. Чтут греки братьев Диаскуров как богов. Они защитники во всех опасностях. Они защищают людей во время пути как на чужбине, так и на родине. Эсак и Гесперия. Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы». Эсак был сыном царя Трои Приама, братом великого троянского героя Гектора. Эсак был рожден на склонах лесистой Иды, прекрасной нимфой Аликсироей, дочерью речного бога Граника. Выросший в горах Эсак не любил города и избегал жить в роскошном дворце отца своего Приама. Он любил уединение гор и тенистых лесов, любил простор полей. Редко показывался Эсак в Трое и в Совете Троянцев. Несмотря на уединенную жизнь, характер Эсака не был дик и груб. Он был приветлив, а сердце его было доступно чувству любви. Часто встречал юный сын Приама в лесах и полях прекрасную нимфу Гесперию. Пламенно любил он ее. Скрывалась нимфа, лишь только увидит Эсака. Однажды застал на берегу реки Кебрен Эсак красавицу Гесперию в то время, когда она сушила на солнце свои пышные волосы. Увидала нимфа юношу, испугалась и бросилась бежать от него. Погнался за ней Эсак. Вдруг спрятавшаяся в траве змея ужалила в ногу нимфу, и яд змеиных зубов остался в ране. Упала на руки подбежавшего Эсака Гесперия. Обняв умершую, обезумев от горя, воскликнул Эсак. О горе-горе! Как ненавистно теперь мне это преследование! Не думал я победить такой дорогой ценой. Мы оба убили тебя, Гесперия. Смертельную рану нанесла тебе змея, а я виновник этого. Я буду коварнее змеи, если не искуплю своей смертью твою смерть. Бросился Эсак с высокой скалы в пенистые волны моря, которые бились с шумом о скалу. Сжалилась над несчастным юношей Фетида, ласково приняла его в волнах и одела всего перьями, когда погрузился он в морскую пучину. Не постигла сына Приама смерть, которую он так желал. Выплыл уже птицей Эсак на поверхность моря. Негодует он, что должен жить против воли. Он высоко взлетает на своих только что выросших крыльях и с размаху бросается в море, но перья защищают его при падении. Еще и еще бросается в море Эсак. Он хочет найти гибель в морской пучине. Нет ему гибели. Он только ныряет в волнах моря. Худеет тело Эсака. Ноги его стали сухими и тонкими. Вытянулась его шея, и он обратился в нырка. Латона и Ликийские крестьяне В Ликие есть озеро с тенистым дном, поросшее гибким тростником. На самой середине озера стоял некогда на маленьком островке жертвенник, покрытый пеплом от принесенных на нем жертв. Жертвенник этот был посвящен Латоне. После рождения Аполлона и Артемиды Латона со своими детьми, гонимая богиней Герой, пришла в Ликийю, к этому озеру. Обессилев от тяжкого пути, мучимая жаждой, опустила с Латона на колени на берегу озера и хотела напиться. Увидали ее Ликийские крестьяне, которые собирали тростник на берегу. Они окружили Латону, стали гнать ее от озера и не позволяли ей напиться. — Почему не даете вы мне напиться? — спросила Латона крестьян. — Ведь всем должна служить на благо эта вода. Ведь вода — общее достояние. Дайте мне напиться. Я не собираюсь купаться в вашем озере. Я не замучу в нем воды. Вы ведь видите, что от жажды я едва могу говорить. Я умираю от жажды. Не давая мне напиться, вы лишаете меня жизни. Сжальтесь хоть над моими детьми. Всякого тронули бы мольбы Латоны. Но не тронули они Ликийских крестьян. Еще грубее гнали они богиню и даже стали грозить ей. Крестьяне вошли в озеро и, чтобы не могла Латона напиться, замутили воду. Разгневалась Латона. Гнев заставил ее забыть и о жажде. Простерла она руки к небу и воскликнула. — Так живите же вечно в тине! — Тотчас исполнилось желание богини. Один за другим попрыгали Ликийские крестьяне в воду. Шеи их стали толстыми и короткими. Голова как бы слилась с туловищем. Спины их позеленели. Животы вздулись и стали белыми. Они обратились в лягушек. Хотя и стали Ликийские крестьяне лягушками и плавали под водой, но все же продолжали они брониться грубым, крикливым голосом. С тех пор живут Ликийские крестьяне лягушки в воде. То выплывут они на поверхность, то зароются выл на дне, то греются на солнце на берегу, то прыгают опять в студеную воду. Филимон и Бавкида. В Афрегии, недалеко от небольшого озера, росли окруженные небольшой оградой дуб и липа. Некогда туда, где находилось озеро и стояли деревья, пришли, приняв образ двух смертных, громовержец Зевс и вестник богов Гермес. В те времена на месте озера было большое селение. Зевс и Гермес обошли все селение и у всех домов просили дать им отдохнуть, но всюду отказывали им в гостеприимстве. Наконец, на самом конце селения приняли их в своей бедной хижине, крытой тростником, престарелые Филимон и Бавкида. Много-много лет жили старики в этой хижине, испытывая часто нужду. Встретив радушно двух пришельцев, Филимон и Бавкида стали готовить им трапезу, не пожалев для нее ничего, что у них было. Старая Бавкида раздула скорее огонь на очаге и стала варить кушанье. Она даже хотела заколоть для гостей гуся, единственное, что было у них из живности, но никак не могла его поймать. Старость не позволяла ей бегать за гусем. Старики достали покрывало, которые употребляли только по праздникам, чтобы покрыть ими ложа гостей. Все делали они, чтобы принять как следует незнакомых пришельцев. Бавкида поставила стол, одна ножка которого была короче других, и чтобы он не качался, подложила под нее черепок. На стол поставила она трапезу в сосудах, другой не было у бедных стариков. Трапеза состояла из овощей, свинины, меда, молока, сыра, плодов и вина в деревянных чашах. Гости возлегли за стол и стали весело утолять голод. Старики прислуживали им, как умели, и занимали их беседой. Вдруг заметили Филимон и Бавкида, что сколько не едят гости, не убывает еда, по-прежнему полны все сосуды на столе. Поражены были таким чудом старики. Тогда сказал им громовержец Зевс. Мы — боги. Хотим наказать мы ваших соседей за то, что забыли они обычай гостеприимства. Выходите из вашей хижины и следуйте за нами на вершину этой горы. Повиновались Филимон и Бавкида и пошли, опираясь на посохи за богами. Почти уже достигли они вершины горы, когда, обернувшись, увидали, что все селение покрыла вода, и на месте его образовалось озеро. Осталась только их хижина. Вдруг их хижина на их глазах стала превращаться в великолепный храм. Тростниковая крыша стала золотой и покоилась уже на мраморных колоннах. Мраморными стали стены, двери покрылись прекрасной резьбой. Обратился Зевс к старикам и спросил их. «Скажите нам, Филимон и Бавкида, чего вы хотите, и мы исполним ваши желания». Посоветовался Филимон с Бавкидой и ответил громовержцу. «Мы хотим прожить остаток наших дней при вашем храме и быть вашими жрецами. Пусть в один день и в один час наступит наша смерть. Пусть не увижу я смерти Бавкиды, а она не увидит моей». Исполнили боги желания стариков. Долго еще жили они при храме. Однажды стояли они у храма и вспоминали о том, как появилось озеро и храм. Смотрит Филимон на Бавкиду и видит, что ее покрывает зеленая листва. И Бавкида видит, что зелень покрывает Филимона. Постепенно стало покрывать их тело кора. Они превращались в деревья. Успели еще прошептать они друг другу, прощай. И с этими словами у стаих закрыты были древесной корой. Филимон превращен был в дуб, а Бавкида — в липу.